Это все, я приземлилась в Тайпе, новая глава моей жизни начинается. У меня нет слов, на самом деле, передать, что я сейчас чувствую. Я давно себя так плохо не чувствовала. Я чувствую себя мертвой внутри, чувствую, что у меня вырвали сердце, и сейчас мне надо как-то без него жить. Что по ковиду? Конечно же, я думаю, вам интересно, как это было. Я приехала, заполнила кучу всякой информации о том, что я не болела, симптомов у меня не было, показала бумагу, которую мне подготовила корейское агентство, там, где я давала анализы. Потом они заставили меня купить сим-карту и сказали, что они будут звонить мне каждый день и будут проверять, чтобы я проверяла себе температуру и скидывала им каким-то образом, не знаю, результаты. Также, несмотря на то, что приехала я сюда 1 августа, выйду я отсюда в плане из тюрьмы 16 августа. Вопрос, какого хера 16 августа, если карантин должен быть 2 недели? Ну и по плану меня должен встретить водитель моего агентства. Где-то здесь он должен быть с табличкой, с моим именем. О, да, Фелис Моделс, вот и все. Прибыли, ребята. Ребята, я только приехала в свои новые апарты. Я так понимаю, я не уверена, что я буду жить здесь после карантина, но на карантине я буду жить здесь. Значит, смотрим сюда. О, боже мой, это что, телевизор, который я не смотрю? Ну да ладно. Это что, балкон, в котором даже большой, а не маленький квадратик, в котором мы помещались со светом вместе. Вид из окна. Самое знаменитое, походу, здание Тайпея. Видно из моего окна. Прекрасно. Идем дальше. Огромные апарты. Огромные апарты. Господи, вы помните первое впечатление от моих апартов в Сеуле? Я сказала, что это просто дикий клоповник и жесть. Кухня. Почему-то два холодильника, и мне даже купили какую-то еду, как я попросила. Так, комната номер один, где две кровати, и, ну, будем считать, что это типа шкафа. О, это типа реальный шкаф мусорка. Комната номер два. Два типа шкафа. О, вид из окна. Туалет, ванна. Душевая кабина. Ничего себе, ребята. В Сеуле у меня не было душевой кабины. И комната Си. Она закрыта. Что? Ладно, это крипово. Это крипово, странно, и... Ну, да ладно. Надеемся, что там живут не монстры. Что я очень странное заметила? Вот это вот. Что вот это такое? Я под наблюдением? Я в каком-то телепроекте? Ну что, вот оно первое утро в Тайпее. И вчера я была супер расстроена. Я была мертвая. Я говорила вам, что у меня было ощущение, что мне вырвали сердце. Оно до сих пор так. Но когда-то очень давно я пообещала себе, что я никогда не дам себе упасть. И я вспомнила это вчера и такая... Ёб твою мать! Сейчас меня сломает две недели нахождения с самой собой наедине. Йоу, гайз. У меня была депрессия, когда я была год наедине сама с собой, и я все еще жива. Значит, две недели я точно как-нибудь выдержу. В общем, что я решила? Так, это жизнь, и у меня нет выбора. Ну то есть, от меня сейчас ничего не зависит. Единственное, что от меня зависит, это то, как я использую это время на карантине. И знаете, на самом деле такой шанс выпадает нечасто. Когда тебе вообще некуда идти, у тебя нет никаких дел. И ты просто в какой-то момент можешь остановиться и уделить время себе. Цель этого карантина стать лучшей версией себя. Я не собираюсь сдаваться, я не собираюсь сдаваться! Слышишь, гребаный карантин! Так, с чего начался мой день? Skincare routine. Вы видите, что у меня как будто пот на лбу, но это не пот, это специальное средство, которое я купила еще в Корее. Но не корейское, но по слухам оно очень хорошее. Будем надеяться, что моя кожа станет лучше, потому что на последних видео вы могли заметить, что у меня просто отвратительная кожа стала. Суть не в этом. Смотрите сюда. Вот такой вот у меня завтрак был в последнее время в Корее. Два яйца, одна сосиска и четыре помидора черри. И все это превращается вот в такую, назовем это омлет. Живусь в курсе, я наконец-то распаковала свой чемодан. Теперь я не в моей пиванючке. Сейчас уже два часа дня, это значит, большая часть не оброшла! Я сейчас вам покажу свой ланч, потому что его нужно снимать при хорошем освещении. Смотрим сюда. Значит, вот это киви, банан, яблоко и немножко орехов. Бон аппетит! Итак, ребята, мой букер, новый букер написал мне, что мне нужно измерить свою температуру. Я не знаю, как это делать, я никогда не измеряла температуру вот этой штукой, я ее пока что просто включила. Наверное, нужно нажать на значок температуры, да? Это, по крайней мере, было бы логично. Что-то происходит, я не вижу. О, он подключился. Захерная! Нет, включайся, бро. Ребята, спустя пару минут невероятных вычислений я таки выяснила, как пользоваться этой штукой. Короче, здесь есть три кнопки. Четыре. Первая кнопка включения. Включаем. Включили. Здесь кнопка человечек, которая выбирает возраст. Я, взрослый человек от 36 месяцев, прикладываю эту штуку к своему лбу. Что происходит дальше? Я нажимаю на значок температуры, и эта штука меня измеряет. Она показывает, что у меня температура 34 градуса. Что? Я больна? Я убираю? Я убираю от потери крови, от холода. Почему? Очень. Сделаю я свою утреннюю йогу. Утренние внезапные танцы. В списке у меня было найти утюг. Утюг я не нашла, но зато смотрите, что нашла. Максимально неожиданная находка. Я нашла еще также какой-то провод. Сейчас я буду смотреть, как это можно подключить и как этим пользоваться. Кажется, время создавать музыку. Крышу едет не спеша, догоняй меня душа. Скоро сможете скачать мои треки в iTunes, Яндекс.Музыки и на все доступные площадки. Ну что, мне написало мое агентство, что мне принесли еду, мне ее закупили. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Боже, как приятно открывать дверь. Ничего себе, ребята. Ну вот так вот это будет теперь выглядеть. Раз в неделю мне будет приносить все, что я прошу. Шикарная жизнь. Всем привет! С вами рубрика «Я мама. Поваренок». Я приготовила ту самую гречку, которую купила в русском районе. Точнее, я ее не приготовила. Но сейчас лучше поймете. Доцените. Даже не спрашивайте, почему она в сковороде. Она была получила слишком соленой, я пересыпала ее сюда, добавила в воду. И сейчас это выглядит еще более отвратительно, чем это выглядело. Ужасно пересолено, ужасно водянисто. Оу! Еще неделя карантина впереди. И еб твою мать. Если вы думаете, что я все время такая коллективная, настроенная, ебать вперед, энергия прет, депрессия пошла в жопу, то это не так. У меня только что был приступ охеренного. Не знаю, в истерике. Я била вот в эту подушку, орала, кричала и плакала. И мне не помогло. Что я буду сейчас делать? Я буду делать сейчас новый пилатес, который я до этого не делала. В надежде, что физические упражнения избавят меня от ужасного внутреннего состояния. Итак. Я выдавила еще больше прыщей, потому что могу себе позволить. У меня еще осталась неделя до конца карантина. У меня закончились почти все продукты, которые мне купило агентство, потому что они купили их вообще немного. Поэтому сегодня на обед кабачки и кусок курицы. Хотела я включать политику в свой блог. Вы знаете, просто сейчас я тупо 24 на 7 пытаюсь отслеживать новости о том, что происходит в Беларуси. Если кто не знает, я из Беларуси. И я не могу перестать рыдать. Я рыдаю в прямом смысле из-за новостей, которые я читаю. В Беларуси отключили интернет уже как два дня. И я еле как-то могу иногда связываться с родственниками, когда они используют специальные приложения. Я просто в таком ахуе, извините за мат, от того, что происходит. И при этом в государственных СМИ, в СМИ, где я раньше работала, никакой информации об этом. Нет, была какая-то одна информация на главном телеканале страны о том, что агрессивно настроенные люди вышли против миротворцев, против людей. Это напоминает мне голодные игры про то, что люди, звери, вышли бить бедный ОМОН. Вы представляете? В общем, весь мой длинный монолог был к тому, что я нереально горжусь белорусами, своей страной сейчас. И тому, что мы наконец-то не сидим на жопе ровно, мы действуем. Вы действуете. Я не действую, я сижу на карантине. Это даже неправильно мне говорить. Мы действуем. Мы сказала мукой, сидя на стекле. Вы действуете. И я просто невероятно горжусь сейчас своим народом. И гордо могу сказать, что я белорус. Белорусска. Я верю в то, что перемены возможны, и что все будет хорошо. Живи, Беларусь! У-а-а-у-а-у-а-о-о-о-о! Знаете, что я только что сделала? Знаете, что я только что сделала? Час назад я сделала себе шити кофе, потому что у меня закончился молоко. Закончился молоко. Нахер русский язык, нахер грамматику. Он был такой ужасный шити, потому что он растворимый на скафе, без молока, это полное дерьмо. И я такая, нет, я не могу больше так жить. Это гарантирует полное отстой. И знаете, что я сделала? Я сделала контроль над своей жизнью в свои руки. И заказала в Uber Eats кофе из Старбакса. Я знаю, ребята, вы не понимаете, почему я так радуюсь, но я так соскучилась по нормальному кофе. Я так соскучилась по нормальному кофе. И мне его достали прямо в батарею. По крайней мере, я надеюсь, сейчас посмотрим. Ребята, 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 кто тут самый счастливый? Это я! Это что, я сошла с ума? Это что, я наконец-то выхожу из карантина на какую-то тусовку? Боже мой, почему я так хорошо выгляжу? Потому что параллельно, пока я сижу на карантине, мое агентство устраивает мне онлайн-кастинги и просит записывать для клиентов видео. Где я такая типа? Звезда! Сейчас посмотрите, как это выглядит. Для начала, мне нужно было освободить белую стену для того, чтобы был фонд, на котором позировать. Я сместила вот эту полку для этого, моя подставка для телефона и будет вот этот прекрасный ботинок. В итоге, позируем мы здесь и вуаля! Крутое видео для клиентов готово! Так, сейчас 11.59, а это знаете, что значит? Это значит, что еще минута, даже пару секунд, и мой карантин будет официально окончен. Выйти на свободу, ребята, вы не представляете, какое это чувство. Что могу пока сказать, пока идет в это время? У меня такое ощущение, будто Новый год, если честно, я жду. Что я действительно стала лучше за этот карантин. 12! Ау! С Новым годом я свободна, ребята! Я выжила! Я выжила! Я выдержала карантин! Я выдержала карантин, я похудела на килограмм, я прочитала книгу, я улучшила свою фигуру, свои параметры, я улучшила свое знание английского языка и я улучшила свою кожу. Это, конечно, очень плохо видно, но средство, которое я каждый день мазала себе на лицо, которое больше было похоже на кончу, помогло мне, ребята, и я в скором времени о нем расскажу. Прямо сейчас я иду отмечать силу и свободу тем, что схожу в магаз. Мое любимое развлечение – сходить в магаз. На завтра у меня много планов, на завтра у меня запланировано путешествие на водопад. Все расскажу, все покажу. Я победила, я с собой держусь. Ура! Господи, ребята, это такое странное чувство. Я на улице, я на улице. Это так странно. Господи, я так себя ощущаю, как будто я под наркотой какой-то. Оу, щет. Хотя, кто-то мне знает, наркотики злые, никогда не пробовала. Но ощущение... Оу, вау. Мне кажется, у меня кружится голова. Боже, я как будто во сне. Спасибо.